Здравствуйте друзья, мы с вами находимся на сайте Жерезова, это фотогаллерея, вот это 40 лет, это вершина успеха, лучший сад в России, и включая Украину, Беларусь, Казахстан, Прибалтику, Финляндию, Швеции, это даже не обсуждается, лучший, так вот, начинал я новичков, вот такая, я произнес такую, прям был, я начинал новичков, смотрите, и так, это кстати не я, это наш эмирский гений, вот так, сейчас я вас буду подводить, тоже к этому успеху, но чтобы не 40 лет у вас было, а всего 3, 4, 5, не больше, и вы в благоухающем, полносящем саду. Итак, разговор, 2 новичков, я Жерезова, новичком, новичке, значит, когда я начал, это было царство бодра Бориса Юрьевича, вот это вот, я фотографировал, на одной из выставок его работу, знаете, чем она уникальна? Знать? Появить это практически невозможно, выращенные семян, и слева, и груши, и яблони, вот, и черешни, которых вы тут не видите, потому что их время ушло, месяцом раньше, и абрикосы, которых вы не видите, потому что время ушло, и все это, и семечек, и косик, и семечкость. Стоит теперь, дальше это продолжать, ведь я же буду вас агитировать, покупать у меня семена, уже давно. Борис Бодр, Отсадство Бонебесное, не догнался признания того, и, к сожалению, это пахнет. Вот, смотрите, я выбрал тему груш, почему? Итак, яблони и абрикосы стали обыденными в наших садах, ну, не самое роскошное, мы были. Сливы, вишни, тоже были, черешни, нет, черешни уделки, вроде Боднера, вроде вот этого человека. Но обратите внимание, вот на фоне дерева, это есть черешевое дерево, знаменитое. Когда его спилили, занимало половину сорока сотых с четырех сотых участков, прошу прощения, когда его спилили, оно было высотой 15 метров, диаметром метра. Это косточка черешни. Вот, а говорить мы будем сейчас о грушах. Вот, причем я не буду агитировать, покупать у меня семечки, хотя они у меня и сладчайших груш. Нет, мы пойдем другим путем, самым коротким, какой можно представить. Будь когда-то отвергнутый наука, а для вас это будет нормально. Давайте сравнивать, стоит ли связываться с железом, не померзнуть ли у вас все, что у него растет. Вот, шутливое выражение прочитали. Смотрим. Новосибирск. Это очень важно, потому что большинство у вас это россияне по ту сторону Урала. Там теплее. А здесь Новосибирск, Сибирь, Челябинск, Урал, Абакат, Саногорск, Сибирь, Байна, Сибирь, Красноярск, Сибирь. С цифрой быстро сравниваем. Минус 18,20 средиземнее в Новосибирске. Минус 18,20 средиземнее в Красноярске. Это предел для нас, этот конд Новосибирь. Абакат, Саногорск. Нет, давайте Челябинск сразу. Откидываем Челябинск. Смотрим. 14,19. Челябинске намного теплее. Теперь Абакат, Саногорск. Всего до 1,2 градуса. Средиземнее, теплее, чем в Новосибирске и Красноярске. И мой район, Байна, Челябинске, мой Красный Хутор, это против Байны. Речь о нескольких километрах. Дорога 17,19. То есть, всего на 1 градус, 18,20, 17,19. То есть, можно считать, что у нас Сибирь, у меня Сибирь. Далее, значит, рассказываю. Ладно, у меня Сафродов, мой напарник и человек, который должен вам занести этот, в частности, и этот материал тоже против всяких откровений. Рекленно пропускаем. Эта груша нарисована. Вот, напоминаете, всегда, когда вы видите вот такой вот, вот, это значит, нарисовали. Вот, просто нарисовали. Это реклама, это вы покупаете саженцы. А когда я приехал в Саногорск, а потом на той стороне, что же в сковороде взял, знаешь, что, еще раз говорю, абрикос хватало, яблок хватало. А почему не хватало груш, я потом назову одну особенную груш, благодаря которой их приговорили, их фактически уничтожили. Вот. Итак, смотрим. 40 лет назад посадил мой, это забор мой общий с соседом, это его старый день. Мой сосед посадил грушу, которую из питомника, этого, в Вилусинске привез. Я обиделся, почему он не сказал, я бы тоже там, я бы купил. Короче, это Лукашевка. Кушать ее нельзя. Вот. Спирена была на 35-м году жизни, дала, это, чуть не сказал, тот, сотни метров груш, результат, где оттуда никто не мог скушать. Я их собирал на подвой. Вот. Потому что к какому-то моменту я уже использовал семена как подвой. Я стал их российской величиной. Вот. Итак, алтайские сорта. Раздобыть тогда можно было их только в Милосецке, в Покраде и на Алтае. Причем алтайские считались чуть ли не идеальные. Они были самые красивые, полусъедобные, горчинка, с кислинкой. В общем, это обязательно была повесть уссурийских груш и культурных груш. Результат. Возьмем, допустим, единственная груша я люблю, которая у меня есть. Это сварок. Вот. Она повесть уссурийской груши и крупного вкусного французского сорта названия Японии. И так все. Вот. И дальше случилось следующее. Я не знаю, что их должен покупать и ограничиваться ими только они по раздельке. Совершил несколько странных вещей, которые вывели меня на первое место фактически в России. А теперь и вас выведут. Вот. И так, алтайские самые лучшие учреждения научные, это институт имени Лисовенко, выдал новые сорта груш. Бородостойких необычайно, но полукультурных. Вот. О сладких можно было не мечтать. А я мечтал. И так, случилось одно и следующее. Мой друг, которого кто-то из вас уже знает, многие они такие же новички, в том, что он по поводу Скобелов, кандидат на ООК, заведующий Абаканское института, ЗАВЛАП, он привез однажды ко мне ученого из Барнового, как раз из института имени Лисовенко. Время было груш, я угощал грушами, ниже я их покажу, ахните. Вот. И в конце двухчасового обхода, вот, разговора, как, это и самое, как бы сказать, прогулки, вот. Вот, в курсе по моему саду, он растерянно сказал, я не только не знаю, не это, не работаю с этими грушами, но он ученый. Ну, тот момент, тут был, правда, все аспирантом, но тоже ученый. Вот. Я даже не слышал о таких сортах. Запомнили вот эти слова? Я не слышал о таких сортах. А у меня шашистский район. Самые сладкие в России в мире груши. Я не понимаю еще. Самые сладкие, самые красивые, самые вкусные, и одновременно самые морозы. Это сочетание не может быть, и в институте Лисовенко тоже не может быть. А у вас будет. Я, например, выбрал нарядную филу. Знаете, почему? Вот. Я, к сожалению, память подводят. Это золотая медаль на международном выставке. То ли в Париже. Какой-то год это стал мировой лидер. Я бы то, что бы назвал мировым лидером, согласитесь. Но что ему делать в Сибири? Вероятность выжить должна была быть 100%. Ой, померять, померять. 100%. Вот. Значит, я вам навес справки. На государственном сортоиспытании 64-го года. Включен госреестр в 74-м году по центральному средневолвскому региону. То есть средневолга по центральному, он достаточно морозостойный. В Сибири делать нечего. Средневолвение, которое у меня и в Москве разница 8 градусов. Угадайте всю пользу. Идем дальше. Значит, в Сибири никто не внедрял и внедрять не собирался. аспират из того института, растерянно сказал, я не слышал, даже не слышал о таком сорте. То есть дальше не пошло. А вас пойдёт. Ну, сейчас я вам покажу скромненько, одна из моих фотографий. Каждый год вот такая консута. Если не повезёт, 20 ведер. Если повезёт, 30, а в отдельные годы 40 ведер с одного дерева. Полюбовались? Идём дальше. Ещё раз гляну, идёт на запись. Вдруг я эту пустоту говорю. Итак, рушенный ряд для Эфимова. И уже в 20 лет давало 40 ведер. За лето. Вот. Вот. Сказка. Ларчик открывался просто. Я обнаружил, вот, будучи совершеннейшим новичком, вот. Я обнаружил вот этот вот кусочек заброшенного сада дикую сырюшку груши. Дальше её карьера. Она мне нужна была, как в морозоке под мой, потому что я хотел вот это. Я хотел вот эту. Вот. Идём дальше. Вот она уже в моём саду. Это моя племянница дальше, собирает дикую сырюшку грушу. Для себя. Я здесь написал следующее. Дикую сырюшку грушу лучше подводить для сладчайших груш для всех, для всей России. Для сладчайшей. Почему? А что сами поверите? Вот это, оккультуренная уссуриевская груша. И вот. Она подобралась, где, от соседних, сладчайших груш, и вдруг вот эта дикарка, она и осталась дикарка. Есть её невозможно. А вот это вот мы собирали, а потом хозяйка, а это через забор. Это я через сетку-рапицу фотографировал. Вот мой маленький бутылочок, вот она же Дарья. Вот. И вдруг соседка даже сказала сладкие и взяла и сказала, что она сама будет собирать. В то время я вырастил вот это. надо бы здесь отпала в этой. Тем более, она была немножко подпорчена, потому что раз чем сладче, тем она менее морозостойкая. Теперь к корням. Вы увидели, что такое корень у дикого уссурийского груши. Я вот так прямо поливал. Успех дикий, приживаемость сто процентов. Ну ладно, врать не буду. Девяносто девять. Человечайшая неудача это связано с тем, что может быть просто срезы не сопали. Бывало такое. А вот полил, но поливал. Итак, стерзивый корень. И ваш успех будет зависеть только от себя. Посадил семечка? Садить на ногу, не получится покупать 3-5 семечек. Желательно сотню. Почему? Ну ладно, 20. По 20 рублей штучка, чтобы закладывать сад, для того, чтобы иметь огромную перспективу. Это уже не каждому даду. Второй этап прививка. Вот видите, сейчас даже крупнее сделаем. Второй этап привить сладчайшую грушу и все это прощипали на репы. Значит, часть вовсеяцев благодаря вот этому корню морозостойкости обеспечивается. Вот, чем глубже, тем раствор более насыщен солями, минералами, а значит морозостойкости. Желательно садить густо, а часть оставлять там всегда без пересадки. Дальше я показываю. Держитесь за стулья или за что хотите. Вот, я вам покажу груши, которых ничего не знал аспирант из самого настоящего института. Ну, вот, все седшие сходы. Вот. Ну, отдельная тема, что и увидят, что груши неправильно сформированы, якобы их обязательно на калече деревья. Вот, он бы, человек, потребовал бы, чтобы эти ветки заранее были все отрезаны. Вот, все, что вы видите. И никогда бы эти груши не висело. Порочная практика делать искусственный штаб. Поэтому мы будем проходить. итак, лидер, мировой лидер. Вот, груша памяти Яковлева снимал еще в чужом саду в 2004 году, значит, 19 лет назад я обнаружил. Тем поре еще не только вырастил, но еще и продал сотни саженцев, потому что слаще ничего на свете не бывает. Лучший один из лучших отечественных сортов памяти Яковлева. Вот, лекарнейшая вещь я вам скажу. Вот, груша Лада. Я знаете, с чем я сравниваю? Если есть автопромер, то вы били живой, а мужики знают, модель 2101. И сейчас вдыхают о нем, говорят, вот это была машина. Еще японское влияние, ой, итальянское чувство технологии. Так вот, это Лада, значит, без недостатков. Но скромная. Так вот, это скромная груша, сладчайшая, морозостойкая, почти не уступает уссуиской дикой, урожая сумасшедшая. Вот. Но так как появились еще более шикарные, то я ее назвал по аналогии Жигуль, 211. Так же и тут такую же роль играет. Надежная, лучше не бывает. Ну, естественно, привита на уссуискую дикую грушу. сварок, я не упоминал. Вот. Я дружил с Галиной Николаевной Байковой, один и завтра в этот сорт. Она как раз и являлась, будучи моей землячкой, Шушевский район, вот, опытный научный сад в деревне Суботина. Вот. Это филиал этого же, о котором я говорил, института, где не слышали про вот эти же самые. Якобы, это заявил о спират современный. Она-то Байкова все это дал, она-то другое поколение. Итак, еще один сот, который давал 30-40 гривен. Вот. Это снимок я вставил, та же самая дарятная фирма, чтобы показать. Живем ради детей. Вот. Дети сидят в городах, в вонючих квартирах, они-то дальше квартиры вонючие. Вот. И в вонючих улицах ходят по ним. Груша мраморная, чудо. И заодно смотрите, как раскрываются деревья. Их нельзя формировать, потом скажу, почему уничтожили миллионы груш, потому что они знали одной особенности. это я просто сказать. Вот есть человек, живет в Питере, в Санкт-Петербурге. Расценка Павел Николаевич, три книги. Вот эти книги, вот такие вот, разные только, он отредактировал и выпустил. И однажды он сказал себе, поеду я к железу к своему другу в Сибирь, потому что я верить этому, не верить. Теперь поверю. Вот. Переезжает в соседский, ну, в Савиногорский, через Елисей, веточкой получаются вот такие груши у моего друга. У него несколько десятков деревьев, у него все мои сорта. Это еще слабенькие урожаи. Вот. Смотрите сюда. Он художник. Это я почему говорю? простой садовод, который просто взял в руки секатор, тряпку, лопату и в конце конца взял привычный нож. Каждый год. Прошло несколько лет, потому что я еще помню, где-то лет 10-12 назад устроил этот дом в билетике. С пошли эти урожаи. А почему так красиво? Я бедра скинул и забыл. Нет. У него еще показывает, что у него подгреб еще роскошнее. И это простой советский человек. Вот. Этот. Равистик, кстати. У него 75-й, 74-й, его 74-й. Вот так вот, поняли? Вот. Но какой-то побед, видите, сколько груш? Оба были новичками. Вот это груша сварок, идеальный подвой. И вот все это я собирал для вас. То есть все виски отсюда с самого растока уже не из диких груш. Прошу прощения, мне идет похоже племянница работать. Алло, потихоньку груша и пасовать. Пришло время к черешнике и першике она сейчас стратифицировать. Высадка будет скорее всего апреля мая. Пора. Это понятная добросовестность. А для нее возможность заработать. так вот это вот в таком состоянии собирается я раньше и поступает в качестве семенного материала в холодильник. вот обратите внимания на ближнем плане сет карабица. Дальше вы видите грушу. я посадил несколько десятков деревьев полил один раз а больше я к ним не подходил. Это был опытный сад он оказался ничуть не хуже чем мое а где-то даже лучше. Вот. Дело в том что когда не подходишь секатором это максимальное здоровье дерева. Все кто я их называю предателями тех кто ради того чтобы полчасовой снять ролик долго упорно доказывать что вертик что растут внутри лишнее что растут вниз лишнее в дежиметре от аштабе лишнее которое как здесь видите как якобы загущено это видимо половину надо вообще отрезать пододелать радое кольцо дальше вертикальных не может быть а груша эта особенность это сейчас она раскрылась вот эта страшная вещь которая существует удесожает груши как вас потому что почему буду рассказывать ниже а вот это еще раз я убедился десятки деревьев которым я не подходил давали прекрасные урожаи за 15-20 лет не за течали вот урожаи сумасшедшие хозяева только только собирали больше ничего вот вот так идем дальше груша бонастырская любуйтесь груша сашанская это с этого мой друг чижик выписался сашанская станция я попробовал мне понравилось перевез к себе редкий случай когда я кладусь науки это очень редко бывает вот среднерусская я считаю народный сорт название видите какое нейтральное все такое среднерусская это среднерусская равнина где-то росла где-то люди как отбирали возьму-ка я более сладкую веточку и так постепенно она разошлась но как какой-то момент груши начали когда появилась это я серьезно когда появились средства массоинформации журналы и газеты некоторые с миллионами тиражами их были из двух из трех миллионами и вот это вот ненависть к этим скверкам которые как бы неправильные вот привела к тому а угрож больше всех неправильных нет привела к тому что их сажали и сажали и вы что думаете случайно когда я сказал угостил среднерусская этого спирата с института с Алтая и он сказал что первый раз а в день слышит что что-то удивляться то вородичка последняя красота какая плодоносит на кончиках веток бутоны и вот одна из причин почему их нет или признаны бесперспективные или получают больные деревья приказано вот столько раз я про это говорил о скелетной ветке о которой два раза короче оказывается их называют больными и приказывают уничтожить а на чем плодоносит и укорачивание веток приняло массовый характер о том что плодоношение я потом ниже покажу плодоношение многих груш особенно и части яблок на кончиках веток вот ветка вот котики вот здесь и плодоношение вот здесь я специально подобрал фотографии вы поняли как быстро от новичков которые груши видели отравленные только с магазина вы станете специалистами лучше чем институт потому что они их даже не пробовали и не занимаются ими идем дальше груша лесная красавица вот сейчас я про нее расскажу почти как анекдот знаете как она бывает кстати яковлева была потом не живой у каждого именно у моих я это называю клонами и сортообразами именно у моих есть своя история вот история лесной красавицы примил они висят на дереве висят висят невкусные невкусные дальше висят невкусные дальше попадали поднимают невкусные вот и я собрался себе остаться ну как всегда на заводе работаю времени нет вначале я был чистый любитель вот и забыл потом было примерно вот так вот смотрите видите игрушка торчит из этого случайно и вот так было у меня только это снимок более современный 21 год а то случилось к 10 15 годах а что случилось значит ходили по саду угощал угощал прошли мимо лесной красавицы последний кто шел наклонился ой я грушу нашел а не поднимайте они невкусные то ли от жадности то ли от пережливости человек взял и надкусил говорит вкуснее не ел кстати вот видите вот еще это торчит вот тут где будет курсор вот это случайно сейчас заметил вот тогда народ развернулся подошел и давай разгребать такую лесу выкопали еще штук 20 и это они их не ели а я все поверить не мог они жрали говорили что вкуснее в жизни ели и то есть получается полежала а это оказывается сорта осени осени только когда полежала а корсетена не бактерена ученого лесная красавица название красавица о чем там обговорить однажды я в готовом виде нашел бельгийский фермер в лесу в глухом лесу вот так назвал душой красавица теперь она покоряет Сибирь но только потому что принято на что на деков сливскую грушу вот это одна история вот смотрите большинство груш особенно сортов даже будучи привиты они по идее должны вот я покажу пальцами вот так вот и действительно многие так делают а часть все таки умудряются от природы груши растут в вертикальной ветке не одна не две их задача как я потом понял сосредоточить корень идет глубоко вниз потому что происхождение груш сухие места и далекая грунтовая вода а не часто даже с неба должны быть сосредоточены не на вот таком просторе а вот на таком вот сейчас покажу вот и тогда вот это есть их естественная крона естественная и подоносит она а что будет потом я тебе скажу главное не вздумайте все это расщепеливать как принято ой какие показывают фирмы залазит на 3-4 метра вверх накидывает веревку спускается и как парлаки на волге ух ним втроем четвером сгибает ветку вот и тогда штаб становится беззащитным потому что именно вот эта форма спасает его от влажности штаб самое беззащитное место вплоть до корневой шейки поняли вот это есть причина а тут второй момент или разгибать или чашу делать то есть большая часть этих веток надо уничтожить якобы вы поняли как вы отличаетесь от людей теперь осенний якорьок красотища необыкновенная вкус особо нет она не очень красивая но вкус у нее какой но первый раз когда я ее получил первый урожай плоды были размером теннистый мячик от пинпонга вот этот не того тенниса вот этот еще и кривые и горбатые как я расстроился ну вот опять обманули обманули часто а вдруг вы тоже как в случае с местной красавицей руки не зашли вырубить а на следующий год то все остается жить это первая тройка самых сладких это первая тройка невероятная причем опять гордо говорю опять наш ученый опять импортный мы можем другое дело отучить людей калечить 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 терминской академии нарисовано одно дерево на всех подразумевается и яблони и груши что самое страшное груши вот так они от природы вот и все надо 9 венометра калечить и любое дерево то есть на всей планете не нашли ни одного дерева у которого нормальные кроны вот это одна из страшнейших ошибок вот пример любительства гигант подмосковья в этом году они были мелкие потом некогда было фотографии потом достигли 500-540 грамм это где-то 300 вот это физиономия Сергея Железова был вот это как а история вот такая вот очень важно знать почему вы не только сами должны научиться вы должны знания передавать энтузиазм передавать поклоняться тем кто сделал больше вас и вам уже никогда столько не сделают вот получаю пару веточек и письмо вот от Мараховской Григорьевской Валерий Константинович высылаю это чудо называется гигант подмосковья я пешком сходил туда-обратно к маминой дачи 16 километров вот вот результат есть фотографии покруче но я каждый раз стараюсь показать фотографии которые никто не видел дальше смотрите вот это вот груши под названием а то также наряды эфимов вот чем она хороша значит она также была увечиться изувечена но только отрезается переросты последнего года ради будущих саженцев эти переросты отрезаются и продаются вам или Сергей Жерезов выращивает питомик питомик я сейчас покажу вот их их тоже учитывая что рано кольца не делал у них достаточно длинная жизнь многие достигли 20-25 лет живы вот и только потому что я не делал рано кольцо вот вот это пример вот такой смотрите пусть она другой сорт это скороспелка вечерина так вот вот это а почему вот так смотрите и ветки почти вертикально и никто не собирался ни гнуть ни отрезать вот по таким углам надо обязательно вырезать и тоже этого никто не делал понимаете вот а урожай предельный а веточки вот тут вот выше вот видите они были отрезаны на прививку а то судей же дало вот такие урожаи то есть калечие дерева ускоренное по отношению и к тому же к сожалению жизнь короче даже у меня вот это это скелетовая прививка удачная прививка удачная фотография дерево сад просто на дерево я взял пять прививок вот они видите приведитесь пожалуйста ну и с той стороны дерево зайдешь там уже другие сорта пять сортов вот это значит что можно использовать нарушек дикую уже в возрасте скажем три-четыре-пять лет используют как скелет образователя каждую ветку используют по принципу все равно не все они приживутся не все выживут у меня значит что было позже от урожая начали рушиться так задача кроны мы говорим про груши про то что именно груши бы отстался на горш пришлось срочно догонять догонярчики это железов это тотор это Филиппов в три местных авторитета это мы трое итак задача кроны и вновых груш максимально защитить штамп от провокания смотрите казалось бы вот однолетки это часть моего питомника посмотрите что это сухо а почему сухо а никто знаете как делать нижняя часть это страшная вещь вас научат ни в коем случае вот я взял якобы одной рукой рядом где-то венточки одной рукой а теперь представьте нижнюю половину чтобы конечно в счете получилось 70-90-100 сантиметров нижнюю половину вот так и вот это считается стандартной формой ошибка страшнючая страшнейшая остается раны и гнилой штаб вот вот это вот подросло дерево вот это то самое я показывал вот он вот его это подросло теперь вот так выглядит и начинает немножко расходиться в разные стороны но все равно еще считается густой и замечательно точно ползаветок бы вырезали вот а вот это вот у меня таких получилось фотографии несколько десятков груш да это их желание расти вертикально вот даже привитые хотя привитые стараются как-то разойтись и привитые это вообще вот так а привитые хотя бы так вот естественно я говорю это форма которую надо сохранить никаких этих манипуляций секаторов вот приходит время вот это тот самый сварок который дает 40 литров каждый год кстати последний год только слабо было вот вот тут ближе это в общем это деревце высота огромная только не все ну как сказать это кстати сколько я сказал 11 лет вот и вот она начала расходиться крона сама а значит что никаких чаш эта идиотская форма принята и не раз критиковал буду критиковать ни в коем случае секатором никакой кроны пробировать нельзя вот вот еще эффектная фотография для секунду я ничего скажу два слова и вернусь иначе работа будет стоять Спасибо. Продолжаем. Одна из четырех веток склонилась на территорию соседа. Эффект был снят. Десять ведер с этой ветки было снято. Вот. Зачем его было калечить, если оно ни разу не калечили. С него чередини брали. Сами видите. И зачем было его делать какую-то форму, когда она дала... Каждая ветка дала по 10 миллионов. Ящик специальный фильм. Вот. Вот это тоже характерно. Прекрасная груша. Никто не подходил, ни одной рады не найдете. Пришло время, и она форму чаши приняла сама. Еще раз говорю. Это страшная вещь, когда учат делать форму чаши. Вот. Плюс осветлять, плюс находить бесконечное количество лишних веток. Вот. Круша среднего возраста, которая все-таки нетерпима к страшным морозам. Это одна из испытывающих груш. Видите, радует. Это уже... Тогда я еще рада до конца делал. Ну... Это... Да. В моем саду. Ну, старая-старая фотография. В частности, я стыгну за нее, потому что после такой раны начинается вертление. Видели вертление? И раз, и вертикальные побеги, это значит, что дерево меняет крону. То есть, оболаживает. Вот. К сожалению, принято. Если эту фотографию размещу на ста каналах, там, где идут бойкая переписка и бойкие, и люди любят советовать, там эта фотография была размещенная. На девяносто девять из них было бы приказано вот эти вертикальные ветки будущую крону уничтожить. И все. Пододелать еще рано. Вот эти глупостями занимается практически вся Россия. А возглавляют это люди, которые охватываются своими дипломами. К сожалению, их научили, их научили преподаватели. Это идет из глубины, далекая, из южного садоводства, когда рады не приносили такого вреда, как сейчас, когда наше садоводство дачное сосредоточено. И страх. Только сейчас говорили, вчера говорили. Сегодня. 4 января 2024 года. Вчера сказали, 25 градусов видит Москва, а чуть севернее. А это наша средина России, она есть. Было 36, 38, 42. А это есть беленый дач. Поэтому, в общем, вот это вот, такие сливки используются для того, чтобы научить людей сократить жизнь дерева. И вот это и есть. Обрезайте грушу и избегайте ошибок. Вот сама, сама вот это есть, этот ролик, это и есть ошибка. Потому что она будет учить, а насветляет крону. А мы с вами видели, что это делать не надо. Еще одна беда. Видите, соседи сфотографировали. Они уже видят, что это груша, по-моему, подыхать собирается. Вот черные кончики, да. И говорят, они ее зеленили и сгноили основание штампа. Это и есть семена лудихо-уссурийской груши, мои. Вот. Кашельцам придется 20 рублей за семечку. Но если вы захотите иметь сад, садище, купите 50 семечек и пожалеете всего 1000 рублей на это, ну, пару бутылок водки. Вот. У вас будет сад. У меня был бы из 50 привитых деревьев. У вас 20-30 привитых деревьев. Выражаем 30-40 видов. Это и реальность. Если еще лучше сплевать. И на этом все. Нет, и все. Вот это бы и да, да. Легко попасть на мой сайт. Вот. А вы просто в яндекс по-русски, по-русски, по-русски словам писать, ну, это железо. Вы на сайте. Помните, с чем вы начали? Вот. А то сегодня может быть никогда. Никогда. Это по годам. Никогда. Никогда. Вот. Персики, черешки, все, что сберет в голову. Вам, что сберет в голову. Вплоть до вот этих вот персиков. Вот. Кстати, юка это. Итак. Это заказывает каталог. Пожалуйста. Вот. Вот. Вот это вот вырастает из этих семян. Как видите. Вот это я пишу. Террификация. Полтора-два месяца. Слегка сырой песок. Холодильник достаточно. И за полтора-два месяца. И когда вы садите часть проклюнувшихся, часть еще спрячек. В сумме дает вот это. Вот. Вы знаете, сразу можете стать законодателем. И даже продавцом. И бани. Захотел ли сразу. Это такой авторитет, когда садятся сразу в этих горшках. Я застал выкопать, чтобы лучше было видно. На самом деле. На самом деле. Только осенью начинается продажа. Это справа железо. Старший. Это мой сын Сергей. И избежать ошибок. Вот то, что я говорил. Значит. Трррр. Никаких трррр. Вот как растет груша, так она и должна расти. И вот это вот. Я позорюсь. Но в хорошем смысле позорюсь. А поэтому не повторяли. Когда-то еще я не был этим учителем. Но. Хорошо, что я сохранил. Я отрезал несколько одежных веток. Я ему передал вот такую красивую. Красивую. Красивую форму. И вот. У меня будет вебинар. Сегодня четвертый. А восьмого вебинара. Так. я покажу ей вот эти вот слова. Вот. Что должны кроно выглядеть эстетично. У-у-у. Представляете? Кроно эстетично. Эстетично. Это вообще ужас какой-то. Для меня. И вот. Я таким был. Как все. Вы видите фотографии вот эти. Делали давным-давно. Просто раньше называлось. Эстет. Мыльница. Вот. Такими фотоаппаратами. Вот. Вот. Есть ярус. Второй ярус. Третий. Вот. А потом эти деревья начинают болеть. От этого болеют. От избытка. От избытка. Болеют влаги. Вот. И от искусственного штаба болеют. В общем. Вот это и есть вся рассея. Вот. То, что вы сейчас видите. Итак. Переложненность нельзя. Посадка на холодно обязательно. Вот. Накончил я это повествование. Или нет еще? Пора закачивать. Ага. Вот. Смотрите. Я не болтал. Все цветы. Я специально ходил. Любовался. Вот. Все цветы. Это крядусь Богом. Сажили с посажем булой железы. Фотографию через сетку рабицу. Сменились хозяева. И забили калитку. Теперь я фотографию делаю. Через сетку рабицу. Вот. Обратите внимание. Какая величайшая глупость. Когда у этих деревьев. Которые я не подходил с секатором. Даже у таких. Находятся десятки лишних веток. И обкорнеть. И обстричь. Вот. Когда я могу сказать. Что если человек живет в втором крае. У него пышная шевелера. И где-то на северном полюсе. Он стержется на лысо. Очень сомневаюсь. Так и тут кстати. Деревья делают полумысшее создание. Больное. Ну все. Я закончил этот разговор. Вот. Давайте друзья. Это все. В последние годы. А вот и не первые годы. Смотрите. Смотрите. Это все. Тел новичок. До этого разрешите попрощаться. Вот. И я надеюсь. Что мы с вами подружимся. И вам придется только 3-5 лет потратить на создание сада. Который с этого момента. Будет приносить вот только радость. И здоровье вам и детям. И ни единого полива. Вольте я говорил соседу. Ни одного полива. Я не исключаю полива. Но если даже без полива. Без ядохимикатов. Вот. Без подкормок вырастают такие сады как у меня. Вот смотрите какое будущее у вас. Благодарю за внимание. Учите телефон. Учите телефон. Эту телефон hypnot vraучила. Довольно ели.